Добрый вечер! Сегодня будем готовить рецепт Сезарка. Это французский рецепт. В нормальном рецепте есть курица. Но я сегодня готовлю праздничный рецепт, новогодний рецепт и будем готовить ее с Сезаркой. Вам этот рецепт очень понравится. Он необычный вкус. Есть много овощей, перец, помидоры. И вы увидите, очень хороший рецепт. И здесь, на Франции, все будет гениально вкусно. И ваш новогодний праздничный стол украсит это блюдо как новое блюдо для новогоднего стола. Продолжаем готовить. Нам понадобится для этого рецепта курица или у меня это праздничный рецепт Сезарка. Третье ингредиенты, которые нам нужны. Одну Сезарку. Если ее нелегко купить, можно просто заменить с курицей. Как это праздничный рецепт, я уже говорила, мы берем Сезарку. Берем пять разновидных перцев. Помидоры пять штук. Два лука, три лука, если он у вас маленький. Три чесночины. У меня свежий розмарин я взяла у себя в саду. У меня свежий тмин и свежий лавровый листочек я тоже у себя взяла. Так что соль, перец по вкусу, как всегда. Продолжаем готовить. Так, разрезаем все ингредиенты. Курицу разрезаем кусочками, любыми кусочками, как вы хотите. Если вы хотите порциями, чтобы уже прямо ложить в тарелку гостя, вы режете кусочками большими или маленькими. Решите сами. Перец я вам покажу. Не очень большими дольками нарезаем и помидоры одинаково, лук все одинаково нарезаем. Я сейчас все порежу и покажу вам. Курицу я разрезала такими большими кусочками. Сейчас я буду резать перец, нарезать. Перерезаю пополам и оттуда вот такими дольками. Так нарезаем весь перец. Пока я нарезаю перец, я поставила курицу поджарить со всех сторон, потом добавлю лук, перец и все в со мной. Да, забыла сказать, если у вас нету свежих розмарина, тмина и всего остального, выберите сухие специи, провансальные специи и ложите где-то одну чайную ложку. Когда мы поджарили курицу, мы ее убираем на тарелочку и ложим лук. Поджарим тоже, чтобы он порозовел. Вот так получается лук, он порозовел, поджаристый стал. Сейчас добавляем перец. Посолили и поперчили. Не забываем и все жарим на подсолнечное масло. Вставляем все мясо и жарим. Я сейчас не перемешиваю все, минут через 5 я все перемешаю. Перемешали вместе. Сейчас я добавлю помидоры и будем варить, жарить все это на тихом огне минут 30-40. Добавила помидоры, соль, перец еще и продолжаем это все тушить. Я добавляю в мой перец чуть-чуть кабачка нарезанного. Это не по рецепту, но это мой муж попросил, он любит кабачок. И вот, кто любит больше овощей, можете нарезать один кабачок и протушить 10 минут, чтобы он не развалился. Теперь продолжаем тушить. Все тушится на маленьком огне. Это очень легкий и вкусный рецепт для Нового года. Я думаю, все полюбят, кто попробует. Ваши гости будут очень приятно удивлены. Смотрите, как все получилось. Рецепт очень легкий, праздничный. И все ваши гости будут приятно удивлены. Приятного вам аппетита! Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до встречи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!